Добрый день. Здравствуйте. 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 Есть ли вопросы какие-нибудь перед заслушиванием докладов? Если вопросов нет, тогда Лиза вначале. Да, хорошо. Так, на весь экран. Дмитрий Сергеевич, можно будет после Лизы выступать? А, я вас последний поставил. Последний? Да. А вы спешите куда-то, да? Да, да. Да, конечно. Давайте я вас поставлю. Спасибо большое. После Лизы, да, хорошо. А я могу сейчас. Спасибо. Нет, так, все, давайте, Лиза, давайте. Да, представляю доклад на тему предназначения по вирусу и антивирусу. Доклад на тему информации докладчиков. Целью работы является знакомство с понятиями предназначения по вирусу и увеличению их разводностей. Лиза, чуть погромче, пожалуйста, очень тихо. Также знакомство с понятиями антивируса и тоже изучение их разводностей. На слайде актуальность темы, объекты, предметы исследования, научный признак, практическая значимость работы. Так, теперь расскажем сначала все предназначение по вирусу, а потом уже перейдем к вирусам и дальше к антивирусу. Предназначение по вирусу – это по, которое было разработано и внедряется для нанесения ущерба на компьютере, нанесения доступа к вычислительным ресурсам, либо к информации, которая хранится на компьютере. Предназначение по делят на типы по каким категориям. Сначала по методу заражения. То есть это то, как вирус попадает вообще на компьютер. Эксплойт – это первый тип. Выглядит и является обычным файлом, и он использует уязвимость программы, которая работает с такими обычными файлами и что-нибудь делает повредоносно. То есть, например, это макросы в Word-файлах, в Excel-файлах. Часто туда всяковредоносные программы записывают. Следующий тип – троянская программа. Она устанавливается в довесок к полезному ПО и тоже делает что-то нехорошее. Это, например, когда качают какие-то взломанные программы, и там потом устанавливается браузер Амиго или что-нибудь еще. Дальше компьютерный вирус – как раз тема презентации. Особенностью является то, что он размножается сам. То есть, вот он попадает на компьютер, а дальше он сам копирует себя в разные области компьютера. И потом его очень сложно извести. И следующий тип – это сетевой червь. Он похож на компьютерный вирус тем, что он тоже сам размножается. Но особенностью является то, что он размножается не внутри компьютера, а по сети. Их часто путают. Следующий тип – это следующая категория. Ну, короче, по способу активации. Либо вирус активен сразу, как только он попадает на компьютер, либо при каком-то условии, там, например, через 21 числа каждого месяца. Это называется логическая бомба. Там планировщики записаны, и вот он активируется. И дальше по вредоносной нагрузке. То есть, что плохого может сделать вредоносное ПО? Это помехи в работе компьютера. Там он замедляется, компьютер, или вообще перестает работать, превращается в кирпич. Дальше установка другого вредоносного ПО. Ну, или невредоносного ПО. Тогда там, не знаю, Яндекс.Браузер, например, или что-нибудь еще. Вот. Реклама. Дальше. Незаконный доступ к информации или к вычислительным ресурсам компьютера. Это может быть кража информации, шпионаж, то есть регулярная кража информации. И бэкдор. Бэкдор означает, когда злоумышленник получает даже несанкционированный, удаленный доступ к компьютеру. То есть он может управлять компьютером без ведома и разрешения его владельца. Вот. Следующее. Это неопасное ПО. Может быть, шуточное ПО или какая-нибудь реклама просто. И последнее. Это незловредные программы детектируемыми антивирусом. Это тоже, когда, например, качают какие-то взломанные программы. Там есть вот эти таблетки, пряки. И их тоже антивирус детектирует, хотя они, по сути, не являются зловредными программами. То есть они не были сделаны для нанесения ряда компьютера, на который они устанавливаются. Да, и теперь мы разобрали все вредоносное ПО, ну, все типы главного вредоносного ПО, и перейдем конкретно к вирусам, к компьютерным вирусам. Вот, как мы уже поняли, это вид вредоносного ПО, способного внедряться в код других программ, в память компьютера, распространять свой опыт. То есть вот особенность в том, что он сам себя распространяет. Вирусы тоже делят на разные типы, вот, по разным признакам, вот, по поражаемым объектам, по используемым технологиям, по языку, на котором написан вирус, по дополнительной вредоносной функциональности. И там много тоже еще есть всяких. По операционной системе, для которой написан вирус, ну, вот и так далее. Ну, вот, и теперь перейдем к практике, да, создадим шуточное ПО на древнем языке веб-эскрипте. Вот. ПО шуточное не будет никакого вреда делать, оно будет просто открывать, там, рекламные сайты, потом выводить сообщение об ошибке, чтобы напугать пользователя. Вот. И оно запишет себя в автозагрузку. То есть каждый раз, когда компьютер будет запускаться, там будет, в общем, этот скрипт будет запускаться. Вот. На слайде код шуточного ПО. Вот тут открываются эти сайты. Дальше здесь сообщение выходит. Ну, пять раз выходит, чтобы страшнее было. Вот. И здесь записывает себя в автозагрузку. Вот. Результаты выполнения скрипта. Видимо, открылось много вкладок там. Букмекер, танки, авиабилеты и так далее. Вывелось сообщение. Вот. Ваш компьютер находится под атакой. И вот он записался в автозагрузку. Вот. Ну и все, что остается сделать, это запаковать этот файл в zip и дать этой папке какое-то название привлекательное, отправить кому-нибудь, и все. И человек откроет этот файл. Он даже не поймет, что это какой-то вирус. И его компьютер будет под атакой. Будет очень плохо. И вот как же защититься от этого? Потому что это может случиться и с нами. И для этого сделали антивирус. Антивирусы – это ПО для обнаружения вредоносного ПО, восстановления файлов, которые заразились от ПО, и для профилактики здоровых файлов, чтобы они не заразились от вредоносного ПО. Вот. Теперь типы антивирусов. Первое. Программа-детектор. Это то, которые… Антивирусы, к которым мы привыкли. Это там вот Windows Defender и так далее. Они просто ищут вредоносный ПО, сейчас, ищут вирусы и устраняют их. Дальше. Программы-доктора. Они удаляют… Они вот ищут файлы, которые заражены были вирусами, и удаляют из них тело вируса. То есть файлы становятся обычными, нормальными и рабочими, полезными. Следующее – это интересная программа-ревизоры. Они запоминают состояние компьютера, когда оно было… Когда он был здоровым, без вируса, когда все правильно работало. И время от времени, или там, по желанию пользователя, сравнивают вот это состояние здорового с текущим, и выявляют, что поменялось, и полезно ли это было изменение. Дальше. Программа-фильтры, которые обнаруживают подозрительные действия. Они фильтруют все действия, обнаруживают подозрительные, и так проверяют вирусы. Дальше. Программа-вакцины. Тоже интересно. Они могут использоваться только от известных уже вирусов. То есть они модифицируют там все файлы или какие-то важные файлы, записывают туда код, который будет вирусу говорить, что этот файл уже заражен. То есть вирус попадает, а все файлы уже и так заражены. И он ничего не делает. И все. И компьютер защищен. Ну вот. И мы проверим, конечно, наш вирус, нашуточный ПО против антивируса. И да, вот Gmail. Но он, правда, понял просто, что в архиве находится файл VBS, и поэтому он отказался его прикреплять. Но тем не менее, вирус – это так что. И благодаря данной работе узнал о принципах работы вирусов и антивирусов. Спасибо за внимание. Спасибо. А у вас какой антивирус стоит? Антивирус? Ну, у меня Windows Defender только. А, то есть вы дополнительно каких-то внешних не используете? Нет. Только стандартный. Понятно. Хорошо, спасибо. Арсоева. Да-да, я здесь сейчас. Подключайтесь, да. Так, моя тема. На весь экран, пожалуйста. Ага, вот так вот. Здравствуйте, меня зовут Арсоева Зарина. Я студентка группы NBIBD 0121, и это мой доклад на тему фишинг. Фишинг – это вид кибермошенничества, при котором зломышленники обманным путем получают доступ к конфиденциальным данным пользователей. Фишинг появился еще в конце 90-х, когда мошенники представлялись представителями программы мгновенного обмена сообщениями и от лица сотрудников просили предоставить им пароли, аккаунты, ну и дальше распространяли спам и сламывали других людей. На данный момент он продолжает эволюционировать, и мошенники используют еще более защищенные методы для обмена пользователями. В России, где информационные технологии развиваются стремительно, проблемы с кибербезопасностью становятся все более актуальными. Например, с начала 2022 года количество фишинговых атак возросло втрое. Мошенники могут использовать различные методы по типу социальных сетей, мессенджеров, электронной почты, телефонов, рассылки фальшивых уведомлений, выгодных предложений и так далее. Если разговаривать про борьбу с фишингом, то самое главное – это комплексный подход, который должен содержать в себе осведомленность, внедрение технологических решений и так далее. Если поговорить подробнее относительно видов фишинга, то он проявляется в разных формах. Самые известные, которые знают все – это email, SMS и web phishing. Email phishing – это когда происходит подделка писем, часто с подделкой адреса отправителя, чтобы они выглядели как сообщение от банка, то есть там подделывается буквально одна буква, одна цифра, и дальше уже пользователи переходят на сайты и вводят свои данные. SMS phishing – это мошенничество через текстовое сообщение, когда приходят SMS-ки, просят обновить данные на госуслугах, в банке, и дальше уже пользователь приходит опять же на страницу поддельного сайта, вводят свои данные и их теряют. Web phishing – это создание поддельных сайтов, копирующих дизайн, интерфейс, популярных ресурсов. И я бы сказала то, что используя email и SMS phishing, дальше уже используется web phishing как результат этого всего. Если разговаривать о менее популярных методах, это phishing – это форма голосового phishing, при котором мошенники звонят жертвам, например, представляясь сотрудниками банков и рассказывают о том, что можно сейчас обновить свои данные, не сидеть в очередях, сказать просто свой NN, SNILS, который приходит на телефон, ну и дальше уже вся информация теряется. Социальный phishing – это использование социальных сетей и платформ для манипуляции. Мошенники создают фальшивые аккаунты, либо же используют реальные аккаунты, просят перейти по ссылке, проголосовать, и дальше страницы взламываются, и данные получаются. Phishing через сообщество – это более сложная этапа, при которой уже идет процесс перенаправления трафика, изменяя DNS записи и перенаправляя жертвы на фальшивые сайты. И опять же мы возвращаемся тут к веб-фишингу, когда видим сайт, который очень сильно похож на оригинальный, но это сайт мошенников. Кроме этого, фишинг может распространяться не на одного пользователя, но и на группу, на компанию пользователя, и получать ресурсы не только одного человека, но и ресурсы клиентов, сотрудников и так далее. Один из методов – это клик-фишинг, это метод, при котором пользователь заманивается на веб-страницу, где ему предлагаются заманчивые предложения. А также мобайл-фишинг – это уже атака, которая нацелена на пользователей мобильных устройств, это уже мобильное приложение и так далее. Например, пару лет назад приложение одного сайта, точнее, приложение одного банка было взломано, и при входе и вводе пин-кода появлялось окно прозрачное, прозрачное, которое списывало все пин-коды, все данные. Пользователь этого не понимал, потому что это было не видно, но данные все были украдены. Примеры фишинга я уже привела. Например, опять же, когда пользователь получает поддельное электронное письмо, которое имитирует сообщение от банка, либо же пользователь получает текстовое сообщение с просьбой перейти по ссылке для подтверждения транзакции, либо же это ложные веб-страницы, которые очень похожи на популярные сервисы по типу ВКонтакте и так далее. Если разговаривать про механизм работы фишинга, первое, это всегда инициация атаки. Мошенники должны создать сайт, придумать текст для SMS, получить номера телефона для этой рассылки, то есть должно придуматься что-то такое, что будет интересно людям, куда люди перейдут, позвонят, ответят и так далее. Далее это уже захват данных, это когда жертва переходит по ссылке и вводит свои данные, то есть как раз самый важный и опасный момент, когда информация попадает в руки злоумышленников. И третье это использование данных, то есть уже данные используются для финансовых операций, о последствиях мы поговорим как раз сейчас. Относительно последствий, они бывают как финансовые, так и репутационные, то есть финансовые это когда происходят несанкционированные транзакции, кража данных, когда берут микрокредиты, какие-то там еще траты производят, потеря данных, это кража личных данных, либо же утечка корпоративных данных, когда уже данные не одного человека, целой компании и ее клиентов, нарушение законодательства и так далее. Ну и, например, для тех же банков, это репутационные риски, это утрата доверия клиентов, это негативное освещение в СМИ, это сложность с привлечением новых клиентов, потому что люди понимают, что система не идеальна, и она всегда может быть взломана, либо же служба безопасности работает плохо и не обучила своих сотрудников. Методы защиты от фишинга. Самое главное — это образование пользователей, это разговаривать с людьми, с друзьями, с соседями, родственниками, с бабушками, с дедушками, и рассказывать о том, что такое фишинг, что такое есть, что такое делать нельзя, что просто какие бывают случаи, какие есть посредства, то есть чтобы люди знали о том, что есть такая история, что такое фишинг, как данные могут забрать, что не нужно верить на слово, что не нужно говорить свои данные по телефону и так далее. Далее — это технические меры, это уже более компьютерная история, это антивирусная программа, фильтрация электронной почты, использование двухфакторной аутентификации и следующие методы. А также проверка адресов. То есть важно проверять все адреса, которые вам приходят в URL, URL-сайтов, понимать, куда вы переходите, проверять, не уходят ли ваши данные, куда угодно. И относительно выводов, что фишинг продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз в киберпространстве, и с каждым годом мошенники становятся все более изобретательными. Относительно самое главное — это комплексный подход, который включает в себя как технические средства, так и обучение. Обучение — это самое главное, то есть я уже об этом сказала, то есть важно проводить разговоры, либо же, если в компании, то это тренинги, семинары, которые помогут сотрудникам и клиентам распознавать признаки фишинга. Также все компании очень обязаны вводить многофакторную аутентификацию для повышения уровня защиты. Ну и также важно осматривать технологии машинного обучения, которые помогают анализировать, проверять поведение пользователей, выявлять аномалии и следить за защитой данных. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, в принципе, да, верно. И сейчас фишинг — это один из основных орудий взломщиков. Махорин. Это да, мне кажется, что... Да, да. Зелина. Продолжите свою... Да, я хотела сказать... Да, я хотела сказать то, что мне кажется, что практически каждый мог видеть и знает разные истории о том, как его знакомые подвергались фишингу. Да, и один из вариантов... Мне кажется, что это одна из самых популярных историй. Один из вариантов фишинга — это звонки по телефону из банка и так далее. Так что это тоже можно отнести к фишингу. Это самые опасные сейчас вещи. Спасибо. Махорин. Здравствуйте, меня слышно? Да. Презентация видна? Да, все хорошо. Видно? Видно? Добрый день. Тема и презентация — это вредоносная программа именно троянские программы. Информация обо мне. Меня зовут Махорин Иван. Я студент группы НПИБД 02121. Немножко вводные части. Про актуальность. Понятие вредоносной программы достаточно обширно и включает в себя множество видов специализированного ПО, среди которого выделяют вирусы, троянских коней, логические бомбы, черви, шпионы и многое другое. Несмотря на бурное развитие антивируса, вредоносные программы до сих пор представляют большую угрозу любой IT-инфраструктуре и ежегодно приносят большие убытки организациям различного размера. Цель и задачи — произвести обзор вредоносных программ, проанализировать троянские программы и изучить методы защиты. Вредоносное программное обеспечение или просто вредоносная программа — это программа, любая ее часть или код, способные или целенаправленно написанные для нанесения вреда устройствам и данным, хранящимся на них. Цели вредоносных программ могут быть различными. На слайде приведены некоторые примеры, это такие как получать несанкционированный доступ, использовать чужие вычислительные ресурсы, красть учетные данные, перехватывать управление, блокировать доступ, ну или вымогать денежные средства. Сейчас перейдем конкретно к троянской программе. Троянская программа — это простейший вид вредоносных компьютерных программ. Она маскируется под различные привлекательные для пользователя программные обеспечения, чтобы в процессе или после установки нанести вред компьютеру, использовать его ресурсы в своих целях или же собрать необходимую информацию. Троянская программа не является вирусом, поскольку лишена возможности распространяться самостоятельно. Классификация троянских программ. Соответственно, первое — это у нас RED. RED предназначены для шпионажа. Вымогатели блокируют доступ к системе или данным, также могут угрожать пользователю удалением файлов с компьютера, ну или распространять личные данные жертв в интернете, соответственно, какой-либо там выкуп или, опять же, денежку. Дальше — шифровальщики. Используют криптографию в качестве средства блокировки доступа. Загрузчики предназначены для загрузки из интернета других программ или файлов. Дезактиваторы систем защиты удаляют или останавливают антивирусы, сетевые экраны и другие средства обеспечения безопасности. Остаются у нас банкеры, которые специализируются на краже банковских данных, ну и, соответственно, видеострояно используются хакерами для формирования ботнета с целью проведения атак типа отказ в обслуживании. Примеры известных троянских программ — Emotet. Emotet — это вредоносная программа, функциональность которой изменилась за годом, в течение которых она оставалась активной. Фактически, Emotet являлся ярким примером того, что известно как полиморфное вредоносное ПО, код которого немного меняется каждый раз при доступе к нему, чтобы избежать распознавания программ безопасности конечных точек. Emotet — это троян, который в основном распространяется посредством фишинга. Emotet впервые появился в 2014 году, но, как и ZEVS, в настоящее время представляет собой модульную программу, которая чаще всего используется для доставки других форм вредоносных программ, например, Trickster и RUIC. Emotet настолько хорош в своем деле, что Арне Шенбом, глава федерального ведомства по информационной безопасности Германии, называет его королем вредоносных программ. Сейчас перейдем к некоторым примерам последствий, которые мы можем как-то вычислить, что у нас троян проник к нам. Во время пользования интернетом система сама переводит вас на страницы, которые вы не открывали. Нарушена работа антивируса, соответственно, он никак не включается вовсе или выдает какие-либо ошибки при попытке использования. Панель инструмента Windows исчезла, время от времени устройство выдает диалоговые окна, которые мы не открывали, они появляются независимо от наших действий. Кнопка пуск пропала или, в принципе, перестала работать. Не работает сочетание клавиш Ctrl-Alt-Bilet и экран устройства самопроизвольно включается и выключается. Кроме того, включение может сопровождаться появлением нетипичной заставки или цвета музыки. Какие же меры мы можем делать для предотвращения проникновения? Это не открывать электронные письма с незнакомых адресов. Если в письме есть вложения, то лучше подумать, нужно ли нам его открывать. Такие документы и ссылки часто содержат в себе трояны. регулярно регулярно обновлять программы и приложения, которые установлены на наших устройствах. Обновления призваны исправлять уязвимые места в ПО, ну и, соответственно, минимизировать риски проникновения вируса или того, что он троян. Не пользоваться макросами в программах Word и Excel, не переходить по незнакомым и сомнительным ссылкам. Они могут также перевести нас на поддельный сайт, который может установить на наше устройство вредоносное программное обеспечение фонового режима. Загружать любые программы только из проверенных источников, заходить в настройки и устанавливать отображение всех расширений файлов. При посещении сайтов и сервисов, связанных с платежными системами и владеющих кондициональными данными пользователей использовать двухфакторную аутентификацию, время от времени проверять систему наличия вредоносных программ при помощи антивирусного ПО, ну и, соответственно, производить резервное копирование данных. Вывод. В нашем докладе мы рассмотрели вредоносные программы, сосредоточив свое внимание на троянских программах, которые маскируются под обычное приложение для скрытого получения доступа к системе, проанализировали их опасности и выявили, что эффективная защита включает использование антивирусного ПО, регулярное обновление программного обеспечения и повышение осведомленности пользователей о кибер-угрозах. Таким образом, комплексный подход к защите от вредоносных программ позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность данных. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Трояны сейчас одна из больших опасностей, потому что все больше проблем с чистыми вирусами, поэтому как более универсальные программы используются именно Трояны. спасибо. Бровкин. Да, здравствуйте. Меня слышно? Да, вас слышно. хорошо. Ага, сейчас демонстрация включена. Чертва. Ага. Видно икон? Да, все видно. У меня тема вредоносной. Так, звук у вас исчез. Сейчас слышно? Да, да, все слышно. Хорошо. Экрана нету. Тоже исчез экран. Какая-то проблема у вас. Так, сейчас. Нет, экрана нету. Звук есть? Экрана нету. Может, вы что-то неправильно делаете? Тыкову демонстрацию весь экран. Демонстрация весь экран, да. У вас какой браузер? Chrome. Chrome должно работать, да. Секунду. Вот, да, запустилось. Все, супер. Да, давайте. Вот хорошо, да. Введение типов вредоносных программ и также итоговые советы и рекомендации. Что же такое вредоносный ПО? Это общий термин, который охватывает различные виды программного обеспечения, создаваемые с целью нанесения ущерба или же эксплуатации наших устройств, сервисов, и сетей. Зачем киберпреступники используют вредоносные программы? Вредоносные ПО охватывают все виды вредоносных программ и обеспечения, включая вирусы, а и киберпреступники используют их по многим причинам, к примеру, обманом, выдудить жертву, предоставить те или иные личные данные, чтобы украсть, украсть данные кредитной карты или же взять под управление несколько устройств для запуска других атак. Какие бывают типы вирусов? К сожалению, существует много вредоносных программ, но понимание различных типов вредоносных программ является одним из способов защиты ваших устройств. Первое – это из вирусов. Как правило, вирусы проникают в компьютер в виде вложения электронного сообщения, которое в свою очередь содержит полезную нагрузку вируса или же часть вредоносной программы, которая в свою очередь выполняет вредоносные действия. Также программы-вымогатели. Одним из самых прибыльных и следовательно самых популярных типов вредоносных программ среди киберпреступников являются данные программы. Они устанавливаются на компьютер-жертвы, шифруют файлы и затем уже требуют выкуп за возврат данных пользователей. Также есть лже-антивирусы, которые не заставляют думать, что компьютер или же ваш смартфон заражен, чтобы составить своих жертв приобрести поддельное приложение. И таким способом также вирус проникает в ваше устройство. Черви. Черви могут копировать себя от компьютера к компьютеру за счет использования какой-либо уязвимости в безопасности в вашем программном обеспечении. Шипетки программы. данные программы установлены уже на нашем компьютере о наличии, которым мы обычно не знаем. Шпионская программа позволяет владельцу отслеживать все формы связи на устройстве и также шпионская программа часто используется правоохранительными органами. их используют для безопасности для проверки и отслеживания сообщений и также для конфиденциальности. Троянские программы уже обсуждались ранее. Они маскируются под безобидные приложения, обманом заставляя пользователей загружать или же использовать их. Также после запуска они уже могут украсить личные данные, также привести к сбой вашего устройства и так далее. Программы для показа рекламы и программы для показа рекламы показывают в основном нежелательную рекламу, то есть это обычно мигающая реклама в всплывающих окнах с правой и с левой стороны и безфайловые вредоносные программы. Данная программа является одним из видов вредоносных файлов, которые используют безопасные программы для заражения наших устройств. Атаки рейстры безфайловых вредоносных программ не оставляют вредоносных файлов и процессов для проверки и обнаружения. Они в свою очередь не зависят от файлов и не оставляют следов, что в свое время затрудняет их обнаружение и также их удаление. Как узнать, что мое устройство заражено? Ну, в принципе, это очевидно, то есть у вас всегда вылезают всплывающие окна, будет низкая производительность компьютера, также перенаправление в браузерах и так далее. Как же защитить ваши устройства? Возможно, советы покажутся банальными, но это очень важно делать и не забывать об этом. То есть регулярно обновлять нашу операционную систему, никогда не тыкать во всплывающих окнах, которые у нас вылетают в браузерах, также ограничить количество приложений на наших устройствах, но тут больше информации идет для смартфонов, также использовать решения для обеспечения безопасности мобильных устройств и также наших основных ПК. И также не одалживать, не оставлять наше устройство без присмотра и не передавать им третьим лицам. Также будьте внимательны при работе в интернете, то есть остерегайтесь электронных писем, которые вы получаете, не тыкайте на ссылки, которые там есть. И что же в целом о антивирусах? Антивирусы или антивирусная программа, это программа, которая борется с вирусами, ну и вирусы, это понятно, уже мы обсудили, что это программа, которая крадает личные данные, уничтожает файлы и блокирует устройства. Антивирусы обнаруживают и обезвреживают вирусы, например, то есть они удаляют куски вредоносного файла или же помещают файлы, так скажем, в карантин. Есть разница разные виды антивирусов, к примеру, сигнатурные и несигнатурные. Сигнатурные, они борются только с вирусами, которые им известны. Несигнатурные, в свою очередь, с любыми вредоносными программами. Ну и очевидно, бесплатные антивирусы, они хороши, но если там оплатить небольшую подыску, то у них будет много больше функций и, следовательно, защита будет лучше. И итог. В заключение стоит подчеркнуть, что вредоносные программы, включая вирусы, трены, представляют собой серьезную опасность для пользователей, разновиде методов заражения и скрытности вредоносных программах делает защиту от них особенно актуальной задачей. Важно помнить, что защита от вредоносных программ это не единовременная задача, а регулярный процесс, который нужно повторять постоянно. Желательно раз в неделю все это проверять. В конечном итоге осознание угроз и готовность к ним это ключевое решение для защиты вашей личной информации и также поддержания безопасности цифровой методов. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Дупленских. Да, меня слышно. Да. Так, запускаю демонстрацию экрана. Так видно? Да, на весь экран, пожалуйста. А так видно? Да, на начало. Хорошо. Да. Добрый день. Меня зовут Дупленских Василий. Сегодня я хочу рассказать вам про троянские программы. Троянские программы они вообще являются частью огромной такой группы программ, которая называется вредоносной. Итак, начнем. Вообще, трояны они из самых распространенных видов вирусов. Вот присутствует статистика на экране. вы можете посмотреть, что по данным Касперского, трояны занимают 74% вообще всех распространенных видов вирусов, ну, среди всех распространенных видов вирусов на 2023 год. Вообще, в современном мире, я думаю, все легенды знают, что антивирус первый был придуман тем же самым человеком, что и самый первый компьютерный вирус. Вирусы очень распространены, потому что, когда есть что-то хорошее, всегда должна быть какая-то ложка дегтя в бочке меда. Вообще, что такое троянские программы, чем они отличаются от других программ? Троянская программа это вредоносная программа, которая маскируется что-то, вот как, наверное, все слышали легенду о троянском коне, который преподносили как подарок, но внутри были враги, которые захватили этот город, город Трою. То есть, это программа, которая маскируется под другую программу или программа, которая содержит внутри какую-то уже нехорошую программу и она уже делает что-то с компьютером. Такими же можно характеристиками описать троянскую программу. Во-первых, это маскировка. Троянские программы, они всегда замаскированы, они скрывают свою истинную природу, они выдают себя за полезные программы и да, они могут быть включать в себя полезную программу, но рядом будет какая-нибудь программа, которую вы, возможно, даже и не заметите. Это, конечно, скрытность, потому что, рассказываю, чем отличается маскировка и скрытность. Маскировка, это значит, что программа замаскирована, спрятана внутри, а скрытность уже во время самой работы программы, то есть она работает в фоновом режиме, так что даже не всегда можно увидеть, что она у вас будет открыта, она будет просто существовать, работать, будет запущен как процесс, но на панели задач вы ее не увидите. И, конечно, разнообразие функций, потому что спрятать в красивую упаковку можно все, что угодно. Троинские программы могут икрасть личные данные, там пароли, банковские данные, номера кредитных карт и так далее, они могут захватить доступ над компьютером, например, установить другие вредоносные программы, отправлять спам, отключить вам антивирус, отключить варианты восстановления, может быть, даже удалить какие-то важные файлы, они могут получить доступ к личным данным, фото, видео, сообщения, которые содержатся у вас на компьютере и распространять другие вредоносные программы, вирусы, черви, о которых, я думаю, вы дальше и послушаете. Какие же примеры есть известных троинских программ? Одна из самых таких популярных это ZEVS, это популярно в банковской сфере, она крадет банковские данные и пароли, темная комета, троинская программа, которая позволяет злоумышленнику управлять зараженным компьютером, и MATED, она распространяет спам и другие вредоносные программы, и программа VonaCry, которая зашифровывает файлы на компьютере, и чтобы их расшифровать, она требует выкупа, то есть вы отправляете выкуп, вам присылает код расшифровки, и вы уже, соответственно, можете это все расшифровать, ну, конечно, в лучшем случае. Как же вообще обнаружить удалить троинские программы? Конечно, всегда это антивирусы, есть антивирусы, которые сканируют систему, есть автоматическое сканирование системы, можно сканировать ее специально, полное сканирование системы делать, есть специальные утилиты, которые помогают удалять программы, тот же самый си-клейнер, и восстановление системы, которая, мне кажется, лучший способ вообще избавиться от антивируса, это откатить ее до предыдущего состояния, то есть посмотреть, если, конечно, вирус это все не заблокировал. Но на самом деле, лично, я считаю, что лучше воспользоваться какими-нибудь превентивными методами, то есть заранее проследить, чтобы компьютер не заразился. для этого нужно скачивать, нужно быть осторожным при скачивании установки программ, то есть мы пользуемся теми сайтами, которым доверяем, всякие надежные источники, то есть когда мы торренты качаем, мы смотрим, чтобы это были торренты, чтобы нам никакие SFX-архивы не попадались. SFX-архивы, это вот такое небольшое отступление у меня будет, одна из лучших таких примеров троянских программ, когда вы качаете какой-то файл, у вас там большая кнопка зеленая, нажимаете случайно не туда, у вас качается SFX-архив, который называется там, не знаю, торрент, фильм, какой-нибудь новый фильм, название в конце SFX, вы нажмете на кнопку, у вас просто происходит бум на компьютере, у вас браузер, амика, еще какие-то программы, в общем, все резко загружается на компьютер, то есть вот по сути тот же, такой же вот троянский конь, поэтому надо всегда вот сначала выбирать источники, это вот намного лучше, чем постоянно делать проверку, все это удалять, от этого больше толку, и, конечно, регулярно обновлять антивирусное ПО, потому что вирусы, они обновляются, соответственно, антивирусы тоже должны обновляться. Поговорим немножко про законодательную правовую основу, законодательную базу, но так, быстренько, вкратце. Есть международный национальный закон о гиберпреступности, назову два, это конвенция Совета Европы о гиберпреступности, ну или Будапештская конвенция, она включает, вообще, она определяет преступления в киберпространстве и резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Этот документ призывает государство усилить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, включая обмен информацией и лучшие практики. И преступления, связанные с вредоносными программами, несанкционированный доступ к компьютерной системе, кража личных данных, мошенничество и вымогательство. Как вообще, ну, про законы я уже, в принципе, рассказал, и в заключении я вам хочу сказать, что вредоносные программы, конечно, они представляют огромную опасность, но все-таки все дело не в антивирусах и том, как они работают, а дело в людях, которые ведутся, которые открывают непонятные сайты. То есть, вот я считаю, что вообще вся проблема вирусов и установки вирусов на компьютер, она заключается в пользователях компьютеров, которые пролистывают, не умеют глазами, потому что, по сути, антивирус, ну, вирус сам не может оказаться на компьютере, его качают люди, его закачивают, его открывают люди, устанавливают люди. Нужно быть внимательным к тому, что мы делаем, пользоваться проверенными сайтами и вообще, чтобы все было хорошо. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Украинские очень опасные программы. И последнее, Лебедева. Да, здравствуйте. Добрый день. Экран мой видно? Да, все видно. Отлично. Моя тема доклада – это вредоносные программы, а именно черви. Меня зовут Лебедева Алена. Начнем. Для начала уже многие об этом говорили, что вредоносные программы представляют собой одну из наиболее серьезных угроз для информационной безопасности. Они созданы с целью выполнения нежелательных и часто вредоносных действий на компьютере или в сети. И одним из самых распространенных видов вредоносных программ являются компьютерные черви. Что же такое компьютерные черви? Компьютерные черви – это автономная программа, которая распространяется по сети, используя уязвимости операционных систем, приложений или неправильные настройки сетевых сервисов. И основной целью червя является размножение и распространение. Но многие черви также выполняют другие вредоносные действия, такие как, например, удаление или модификация файлов, создания бэкдоров, там, загрузка дополнительного вредоносного ПО какого-нибудь или создания ботнеров. Механизмы работы червей. Черви распространяются, опять же, по сети через автоматическое копирование себя на другие устройства, и их распространение может проходить несколькими основными способами. первым способом это является сетевое сканирование, то есть черви часто используют сетевое сканирование для поиска уязвимости систем, они анализируют сетевые адреса и проверяют наличие там открытых портов, и как только червь находит подходящую цель, он, соответственно, использует эксплойты для установки на систему и копирует себя на нее. вторым механизмом распространения является использование уязвимостей в протоколах и сервисах, вот, червь вонокрай использовал уязвимости в протоколах SMB для распространения среди Windows систем. Также одним из механизмов распространения является электронная почта, то есть некоторые черви распространяются через электронную почту, там, отправляя себя в виде вложений или ссылок. Ну, при открытии этих вложений или перехода по ссылке червь запускается и заражает систему. Примером такого распространения является червь I love you, который рассылался через электронную почту в виде, кажется, вложений, имитирующих электронное письмо. Вот. Ну, и также способом, ой, механизмом распространения являются мессенджеры и социальные сети, в которых также могут быть какие-то вложения или ссылки, переходя на которые, можно заразиться. Давайте посмотрим на классификацию червей. Черви могут быть классифицированы по нескольким критериям, например, по способу распространения. Опять же, это сетевые червы, почтовые, файлобменные и так далее. Ну, мы немножко уже о них поговорили. Также черви классифицируются по целям и функциям. Вот деструктивные черви, они повреждают данные. Черви-шпионы, они, соответственно, собирают информацию какую-то, и черви-загрузчики, они загружают другие вредоносные программы. черви-загрузчики. и также классификация по платформам, на которых действуют черви. Это там для Windows, для Linux, для macOS, для macOS, для устройств. Вот. Рассмотрим последствия заражения червями. Черви могут вызывать с собой различные сбои в программе, ой, в работе системы, в работе системы, там, такие, как перегрузка процесса, занятие дискового пространства, повреждение системных файлов и настроек, там, прерывание работы сетевых сервисов. Также может происходить утечка, утечка данных и конфиденциальной информации, например, там, кража личных данных, коммерческий, какой-то коммерческий шпионаж или раскрытие корпоративных секретов. Также могут происходить финансовые потери, которые связаны с затратами на восстановление системы, простые потери производительности, там, штрафы, потери из-за атак и так далее. Также, соответственно, происходит нарушение безопасности сети, в которой соблюзуется там создание объекторов, распространение внутренней сети, нарушение целостности данных. Ну, и также угроза критическим инфраструктурам, таким, как энергетические сети, транспортные системы, медицинские учреждения и угрозы, связанные с нарушением работы системы управления или угрозы жизненно важным сервисом. Ну, и, соответственно, перейдем к способам обнаружения и защиты червей. К способам обнаружения червей относится сигнатурный анализ. Он основан на сравнении кода и проведении этих файлов с известными сигнатурами, которые хранятся в базах данных антивирусных программ, кажется. Вот. Также еще одним способом является анализ целостности. он предполагает проверку файлов и систем и файлов и системных компонентов на какие-то изменения, которые могут быть вызваны червями. Также проведение поведенческий анализ, то есть поведенческий анализ, он основан на наблюдении за активностью программы, обнаружением подозрительных действий, которые характерны для червей. Следующим способом обнаружения является использование специализированного программного обеспечения, ну и мониторинг сетевого трафика. С этим, я думаю, понятно. Ну и перейдем к ранним методам защиты от червей. Тут все довольно, я думаю, понятно, потому что к методам защиты от червей относятся использование антивирусных программ, сетевые экраны и фильтрация трафика политика безопасности обучения сотрудников, обновлении патчингов операционных систем и приложений, ну и использование многофакторной аутентификации. Ну и в заключении хочется сказать, что компьютерные черви остаются одним из наиболее серьезных угроз для информационной безопасности, они способны быстро распространяться, используя какие-то уязвимости, распространяются с помощью копирования, и эффективная защита от червей требует комплексного подхода, включающего в себя как технические меры, так и повышения осведомленности пользователей. И развитие технологий, технологий защиты и совершенствования методов обнаружения предоносных программ позволяют уменьшить риск заражения и минимизировать последствия атак. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, в принципе, да, все верно. Очень опасная вещь. И последнее время главная опасность во всех этих вирусах это наивность пользователя в последнее время именно она эксплуатируется. Еще раз спасибо. Есть еще какие-нибудь вопросы? Если вопросов нет, тогда будем считать, что на сегодня мы завершили работу. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.